Как установить Windows 10 без флешки и диска? Поэтому давайте попробуем установить Windows 10. Нам понадобится программное обеспечение EZBCD, так и называется, EZBCD, версия 2.4 у меня. А также нужен образ, скачанный из интернета, Windows 10 X64. Для начала нам нужно откусить от жесткого диска кусочек. Открываем правый клавиш на мой компьютер, управление. Переходим в управление дисками. На вашем жестком диске нужно откусить сам кусочек. Именно с локального диска D мы будем откусывать, потому что локальный диск C будет полностью форматироваться. Второй раздел у меня присутствует, это у меня второй том. Давайте нажмем правой клавиши на него, сжать том. И давайте откусим. Сколько нам нужно откусить для установки Windows 10? Посмотрим сколько образ наш весит. Наш образ весит 4,5 гигабайта. У меня 4,5 гигабайта весит, 4 гигабайта, 446 мегабайта. Значит мне вполне достаточно будет откусить 5 гигабайтов. 5, раз, два, три. В итоге мы 5 гигабайтов откусываем, не будем мелочиться. Можно было выделить и 4,700, но ладно. 5 гигабайтов мы откусили. В итоге у нас нераспределенное пространство. Нажимаем создать простой том. Далее, далее. И букву ему присваиваем. Пусть это будет буква D. Почему-то у меня буква D сменилась здесь. Новый том сменился. Нажимаем далее, готово. Происходит форматирование и наш раздел добавлен. Открываем теперь мой компьютер. Вот у нас наш том. Новый том. Д-буква. Теперь нам нужно распаковать файлы операционной системы Windows 10 на этот самый том. Вот у нас том. Новый том. Открываем его. И нам нужно распаковать. Открываем правой клавишей. Извлечь файлы можем сделать. Нам нужно распаковать его любым архиватором. Нажимаем правой клавишей. Извлечь. Я буду распаковывать WinRAR. Извлечь файлы. Выбираем наш новый том. Это буква D. И нажимаем ОК. В корень этого диска мы распаковываем наши файлы. В итоге, как видите, у нас распаковывается наша операционная система Windows 10. Именно с ISO образом мы распаковываем в корневой каталог локального диска. Распаковка прошла успешно. На отдельном томе у нас находятся наши файлы операционной системы. В распакованном виде. Закрываем это окошко. Теперь запускаем наш EZBCD. Переходим к следующему пункту. Добавить запись. Выбираем WinPE. И здесь путь. Кликаем на эту ссылку. Новый том. Папка Sources. И вот наш BootVim. Выбираем вкладку BootVim. Выбираем этот файл BootVim. Можем переименовать наше имя на более понятное. Можете не переименовывать. Это не важно. Windows 10. Чтобы нам было понятно. Можем написать Windows 10 Setup. Установка, то есть. И теперь нажимаем плюсик. Windows 10 Setup успешно добавлено в меню загрузки. Теперь переходим в текущее меню. И вот у нас запись второй. Windows 10 Setup. Идентификатор его. Диск, буква D. И путь к загрузчику. Переходим правой клавишей. Свойства. Дополнительные параметры системы. Дополнительная вкладка. Загрузка и восстановление. Параметры. И вот у нас здесь должно отображаться Windows 10 Setup. И также поставьте галочку отображать список операционных систем. Обязательно эта вкладка должна стоять у вас. Галочка на нем. Потому что именно будет по умолчанию загружаться Windows 7. А можете по умолчанию выставить Windows 10 Setup. И сразу начнется установка. Нажимаем ОК и ОК. Закрываем это окошко. А теперь мы можем перезагрузить наш компьютер. Перезагружаем наш компьютер и начинаем нашу установку. А теперь давайте приступим к установке без диска и флешки. Давайте посмотрим. У меня нет ни флешки, ни диска. Вот у меня все USB разъемы. Они пустые. Здесь у меня 8 разъемов USB. И здесь не подключена флешка. Здесь подключена только клавиатура и мышка. Больше ничего нет. А также давайте посмотрим передние USB порты. Передние USB порты не заняты. И нет у нас дисковода. То есть мы будем устанавливать только с внутреннего жесткого диска. Ведь на жестком диске мы создали именно раздел для загрузки. Теперь давайте запустим наш компьютер и посмотрим. Я включаю свой компьютер. Через 30 секунд у нас продолжится загрузка. Поэтому мы должны успеть запустить Windows 10 Setup. Нажимаем клавишу вниз. И вот у нас этот самый пункт, который мы создали с помощью EasyPCD. И это у нас на отдельном разделе находится Windows 10. Windows 10 Setup. Мы его просто извлекли на отдельный том. Локальный диск D. Давайте теперь нажмем клавишу включения. Нажимаем клавишу Enter на клавиатуре. И у нас происходит самая обычная установка. Установка Windows 10. Давайте попробуем установить Windows 10. Возможно возникнет какая-либо ошибка. Но ошибки не должно быть. Вот таким образом у нас происходит запуск. Запуск операционной системы. Загрузка файлов. И сразу же установка. Начало установки. Windows 10. Давайте нажмем далее. Далее. Установить. Активация Windows. У меня нет ключа продукта. Выбираем Windows 10 Pro Professional. X64. Я принимаю условия лицензии. Далее. Выбороченная только установка. И вот у нас пункт. На 98 гигабайтов наш жесткий диск. И новый том. Новый том на второй раздел это у нас. И третий том это у нас файлы Windows. Именно загружается именно с этого диска. На 5 гигабайтов который мы освободили. Его ни в коем случае нельзя форматировать. Если вы отформатируете случайно этот том. То в итоге вы не сможете поставить Windows 10. Поэтому мы удаляем локальный диск C. Вот у нас на 100 гигабайтов. Давайте удаляем этот том. Удалить том. И полностью мы Windows 7. Только что который мы устанавливали. С помощью которого создавали EasyBizD. Мы этот раздел удалили. Нажимаем далее. И происходит копирование файлов. Файлов операционной системы Windows. Windows 10. Программа файлов для установки. Теперь у нас произойдет распаковка наших файлов. С внутреннего жесткого диска. С того самого раздела. На который мы копировали эти самые файлы. Происходит наша распаковка. На локальный диск C. Теперь у нас происходит перезагрузка. Перезагрузка нашего компьютера. Дождемся перезагрузки. И повторное включение. И наша установка продолжается. Продолжается наша установка. Запуск служб. Идет подготовка устройств. Идет подготовка. Происходит перезагрузка. Перезагрузка нашего компьютера. Логатив Windows. Windows 10. Подождите. Давайте начнем с региона. Это правильно. Нажимаем. Да. Россия. Основы. Подождите. Это правильная раскладка клавиатуры? Да. Пропустить. Подкручиваем вас к сети. Пока пропустить. К сетке мы позже подкручиваемся. И имя учетной записи нам нужно здесь придумать. Кто будет использовать этот компьютер. И нажимаем далее. Пароль нам не нужен. Просто нажимаем далее. Здесь убираете галочку, если не хотите, чтобы слежки было. Нажимаем принять. Подождите. Наша операционная система Windows установилась. Как видите. Вот у нас все запустилось. Никаких проблем нет. Мы установили Windows. И здесь у нас новый том Е. Наша буква новый том Е осталась. И наши файлы операционной системы также остались. Если вам не нужен этот раздел после установки, просто можете отформатировать этот раздел. И в итоге можете объединить новый том D и E букву. Можете объединить. И в итоге ваш 5 гигабайт вместо вернется на свои места. Давайте перейдем к системе безопасности. Администрирование. Управление компьютером. И вот у нас управление дисками. А можете новый том Е просто букву убрать правой клавишей. Изменить букву диска. И просто удаляете букву Е. В итоге этот том пропадает просто. Он скрытый. Вы его скрыли. И если вам нужно срочно переустановить операционную систему повторно. То вы скачиваете ECPCD. И в итоге этот раздел букву ему добавляете к этому тому. После этого вы можете добавить загрузочную запись. И можете установить Windows повторно. Вот таким способом устанавливается Windows 10 без диска. Без флешки. Без ничего. Из внутреннего жесткого диска. С помощью программного обеспечения ECPCD. Создав загрузочную запись при входе. При включении компьютера. Подпишись, подпишись. Мой друг на мой канал. Ты подпишись. И поставь ты мне лайк. Если видео тебе понравилось. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok